Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал. Канал с ежедневными видео о криптовалюте и обо всем с ней связанном. Перейдем сразу к контенту. Сегодня, наконец, поговорим конкретно о цене биткоина. Я хочу показать вам немного исторической перспективы. Я уже немного до записи поработал, поэтому начнем сначала, чтобы все мои мысли для вас были ясны. Сразу поясню, что этими большими разноцветными полями я разделил график на халвинге. Первый халвинг вот здесь, второй вот здесь и третий произойдет приблизительно вот здесь. Итак, это первый цикл. Мы видим здесь бычий рынок 2011-12-13 годов. И здесь отчетливо видны 4 этапа аккумулирования. Например, вот здесь на самом дне. Затем вот здесь очень явный период накопления, вот здесь. И, наконец, заключительный этап вот здесь. Что нужно отметить? То, что на каждом таком этапе накопления биткоин консолидировался. После чего больше никогда в истории не возвращался к ценовым отметкам предыдущих этапов накопления. То есть к тем курсам, которые были на предшествующих минимумах. Давайте представим, что сегодня 2012 год. И вот вы находитесь на этом этапе накопления и ждете. Вы очень жадный человек и не хотите покупать биткоин за 11 долларов. Поэтому ждете предыдущие 8 долларов. Ведь это было совсем недавно, почему бы и не подождать. Но такой возможности так и не представилось. Что и стало причиной того, что многие люди так и остались вне рынка. И вы, наверное, тоже. Это был только один четырехлетний цикл. Давайте посмотрим еще один. Это уже 2015, 2016, 2017 годы. На этот раз люди уже более осведомлены о движениях рынка. И это тоже, кстати, повлияет немного на то, что мы видим на графиках. Вот здесь мы наблюдаем очевидную аккумуляцию и снова на дне. И здесь у нас аккумуляция практически перед халвингом. И можно сказать, вот здесь после просадки тоже наблюдалась аккумуляция. Правда, на этот раз последний этап накопления происходил значительно быстрее. И закончился он параболическим ростом. Очевидно, здесь уже сказывался хайп. Самый большой хайп в истории криптовалюты на тот момент. И снова, ребята, прошу вас заметить, что после каждого этапа накопления биткоин больше никогда не возвращался к отметкам минимума в предыдущих этапах накоплений. Подчеркиваю, никогда больше. Если бы вы ждали тогда цен подешевле, скорее всего, вы бы снова остались вне рынка. Давайте перейдем к сегодняшней ситуации. К сегодняшней миске, так сказать. Просто вот это действительно похоже на миску. Итак, что же мы видим в этом супе? Ну, в миску обычно суп наливают. Как и в предыдущих циклах, наблюдается аккумуляция. Вот здесь, прямо на дне нашей миски. Накопление происходило достаточно долго. И вот здесь начинается самое интересное. Кто-то проведет параллели вот с этими ранними стадиями предыдущих бычьих рынков биткоина. Не знаю, лично для меня это выглядит как поздние этапы бычьего рынка, как, например, в 2017 году. Если присмотреться, то мы можем увидеть такие же быстрые этапы накопления сегодня, как это было в 2017. И то, что происходит прямо сейчас, похоже на очередной этап накопления. Давайте посмотрим график биткоина на часовом таймфрейме. То, что здесь происходит, очень похоже на бычий флаг. Это флагшток, это сам флаг. Такая фигура отрисовывается обычно во время консолидации после большого движения цены. Что у нас и было. Бычий флаг обычно указывает на продолжение движения рынка в том же направлении. У нас это рост. Поэтому ожидаемо цена выходит из такого паттерна в рост. Хотя, конечно, это не гарантированно. Это вообще не гарантированно, я бы сказал. Но если это произойдет, то, скорее всего, цена снова попробует пробиться выше годового максимума 13 890 долларов. А возможный откат цены в этой фигуре, скорее всего, не упадет ниже 9600. По идее, именно в этом диапазоне и должны работать краткосрочные дейтрейдеры. Я бы тоже поработал, но я не люблю торговать. Я люблю просто держать. Во-первых, это занимает меньше времени. А во-вторых, мои нервы будут целее. Конечно, это криптовалюта. Здесь может произойти все, что угодно. Криптовалюта как черный лебедь. Об этой метафоре хорошо рассказано в одноименной книге, которую я сейчас читаю. Черный лебедь – это неожиданное событие, которое несет серьезные последствия. Черный лебедь – это тот фактор, который мешает прогнозистам жить. Это предсказательный интеллектуальный обман. Короче, если объяснять, почему быть прогнозистом – неблагодарное занятие, то только черным лебедем. Поэтому, даже учитывая то, что за всю свою историю любой новый этап накопления не возвращал биткоин к минимумам предшествующих старых этапов, нужно быть готовым к тому, что это возьмет и произойдет прямо сейчас. На этот раз. Однако, нужно одновременно с этим быть готовым и к тому, что минимумы предыдущего этапа накопления больше никогда не будут актуальной ценой биткоина. Но если мы вдруг увидим такие отметки снова, я буду считать это просто невозможным, щедрым подарком судьбы. Или снисхождением неизвестных никому божественных криптовалютных сил к простым смертным типа нас. Но все-таки я психологически готовлюсь к тому, что сегодняшний курс биткоина может оказаться минимумом уже завтра, например. Что же касается синдрома упущенной выгоды, который сейчас чувствуют многие люди, и вопросов о том, как поймать низы для покупки. Очень популярные вопросы, ребята. Начнем с того, что такие параболические движения для криптовалютного класса активов более привычны, чем для любого другого существующего актива. Поэтому я уверен, что это не последний шанс для любого человека, который такие шансы упускает. А ловля низов для покупки. Если вы будете ждать очередного дна, вы рискуете его вообще не дождаться. Ну и остаться вне рынка, соответственно. Не понимаю, зачем искать одну точку для входа на весь свой депозит в 500 долларов. Вы можете ее не дождаться. Лучше разбить вход на 5 этапов по 100 долларов на протяжении 5 месяцев, например. Ну а если у вас будет 2 портфеля, инвестиционный и торговый, то это вообще шикарно. Вы всегда будете в рынке, хотя бы инвестиционной частью своих вложений. И еще один совет. Зарабатывайте. И не только на рынке. Создавайте различные источники дохода. И тогда синдром упущенной выгоды не будет затуманивать вам голову. И вы уже точно не свершите глупостей на рынке под его влиянием. Например, скупить все на хаях и потом мучиться. Полтора года медвежьего рынка нам в подарок. Это психология, ребят. В любом случае, я верю, что биткоин покажет в будущем рост куда круче, чем эти 300% в 2019 году. Но жалко, что будущее это не только завтра. Будущее это и полгода, и год, и даже 10 лет. Тоже будущее. Получается, я здесь надолго. Если вы впервые на этом канале, почему бы не подписаться? Нас уже почти 47 тысяч человек. И это безумно круто. Поставьте лайк этому видео. Это помогает каналу расти. И вы таким образом участвуете в популяризации криптовалюты. Ведь я вкладываю много сил в то, чтобы распространять криптовалютную революцию по всему миру. С помощью доступных мне инструментов, типа Ютуба и других социальных сетей. А также комментируйте, делитесь видео с друзьями, зарабатывайте обязательно. Богатейте. А меня зовут Богатейший Ди. И скоро увидимся, ребята. Ребята, давайте биткоин купим, а? Да ты чё? Он же падает. Уже почти 3000 долларов стоит. Так не самое ли время купить, братан? Да он скоро до 1000 свалится, а потом вообще до нуля. Он и так уже почти на 90% упал. Короче, покупать не будем. Ребята, биткоин 11 тысяч уже, давайте купим, а? Да, он же безумно растёт, влетаем на все бабки. Ну, как там наши вложения? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»